СОБЕР СОБЕР БЕГА В 2013 году мы приняли участие. Выпускаем очень редкое мероприятие, только по самому личному ключевому. А так стараемся с этим вопросом и обязательно приехать на этот забег. Хотелось бы пожелать всем участникам терпения, чтобы все умудрились спуститься. Перед началом забега все участники поучаствовали в разминке и розыгрыше призов, а также прошли необходимую регистрацию и инструктаж. Для спортсменов до 14 лет дистанция забега составила 3 километра. Взрослым легкоатлетам предстояло добраться до самой вершины, преодолев расстояние в 6 километров. Первым участником, достигшим финиша, стал Николай Зеленский с результатом 34 минуты 42 секунды. Всех бегунов ожидали заветные медали и приятное чувство от покорения самой высокой точки Северского района. Митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор посетил Северский район. 6 апреля священнослужитель возглавил божественную литургию в Свято-Георгийском храме поселка Афибский в память о священному ученике Александре Флегинском. В 1908 году Александр Флегинский был назначен благочином 17 округа Кубанской области. В 1918 году священнослужителя зверски убили большевики. Приезд митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора – всегда радостное событие для всех православных жителей Северского района. Владыка благословил прихожан и поздравил с наступающим благовещением. Благодарю Господа, что сподобил меня сегодня посетить землю этого района, пообщаться с народом Божиим, главой администрации. Хочется пожелать всем жителям этого района здоровья, мира, счастья, благополучия. Помощи Божией во всех их делах и трудах и деяниях. Даже пешка может стать ферзем. Кубок главы муниципального образования «Северский район по быстрым шахматам», посвященный 95-летию образования Северского района, собрал за шахматными столами 84 участника. Юноши и девушки, ветераны и новички, спортсмены всех возрастов от мала до велика пришли посостязаться в искусстве интеллектуальных баталий. Глава района Адам Джарим пришел поприветствовать спортсменов и пожелал всем удачи и новых свершений. Подобные турниры – отличная возможность для молодых дарований заявить о себе. По результатам прошедших состязаний спортсмены могли подтвердить или получить спортивные разряды. По итогам напряженной борьбы в каждой из категорий, на которой разделили всех участников, определились победители. Проигравшие, конечно, были, но в шахматах, как и в жизни, есть и черные, и белые клетки. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf Вряд ли владельцы кошек удивляются, когда их питомцы прибегают на зов. Но теперь и ученые подтвердили, что коты, как и собаки, могут узнавать на слух свои клички. Владельцы кошек считают, что их питомцы умны. Однако я захотела доказать это с научной точки зрения. В эксперименте участвовали пушистые жильцы кошачьих кафе и домашние кошки. Им проигрывали запись голоса владельца, который произносил четыре слова, похожих на кличку кота, а потом называл его имя. Девять из одиннадцати животных реагировали именно на кличку. Они шевелили ушами, мяукали или вставали и шли к человеку. Во втором эксперименте участвовали 20 кошек. Им также проигрывали запись голоса, но в этот раз незнакомого человека. На кличку откликнулись 13 кошек. Ученые провели еще два разных эксперимента. Исследователи считают, пушистые питомцы связывают звучание своего имени с эмоциями. После того, как их позовут, они получают какую-то награду или, наоборот, происходит что-то неприятное. Например, их моют или везут к ветеринару. При этом кошки не путают свои клички с похожими словами. Но вот с питомцами Кота-кафе дело обстоит немного иначе. Они могут вообще не откликаться. «Они не приходят на мой зов. Мне кажется, они не понимают». Впрочем, бывает и так, что кошки отзываются на чужие клички. «В кошачьи кафе приходят разные люди и в самых разных ситуациях называют клички животных. Домашнюю кошку позовут, и она получает еду. Ей легко увидеть связь. Но в Кота-кафе ситуация сложнее. Животное может услышать чужое имя, а потом получить еду». По мнению учёных, кошек можно дрессировать так же, как и собак. Правда, нужно найти к ним правильный подход. «Во мне!» «Во мне!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова